Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Эфир телеканала РЕН. Продолжают новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Перевозчики тяжеловесных грузов будут платить за пользование федеральными трассами. Большой талант маленькая Софья Бейман покорил северную столицу России. И сейчас обо всем подробнее. На днях в правительстве было подписано распоряжение, обязующее дальнобойщиков платить за использование федеральных трасс. Согласно документу, тариф за проезд одного километра магистрали на машине грузоподъемностью свыше 12 тонн составит полтора рубля. А с 2016 до 2019 года планируется индексация до трех рублей. Тема актуальна и для нашего курорта. Новый указ правительства о взимании дополнительной платы вызвал бурю возмущения и массовые акции протеста по всей стране. Многие водители-дальнобойщики уже заявили, что попросту перестанут работать, если этот закон все-таки воплотят жизнь. Однако чем обернется нововведение для Анапы, им пока непонятно. На сегодняшний день Анапа насчитывает порядка 100 частных автомобилей, грузоперевозчиков. Эмоции водителей можно понять, ведь теперь помимо расходов на топливо и транспортного налога, им придется платить за каждый километр пройденного пути, не говоря уж о платных участках трассы, например, таких как Москва-Воронеж. Анапский дальнобойщик Фаргас сетует, что затрат станет гораздо больше. Что это такое? Страховку подняли, обещали налоги опустить. Никто снятие налоги, никто ничего не снял. Теперь уже опять это нововведение, уже платные федеральные трассы, опять налоги не снимают. Расценок нет на перевозке. Конкуренция большая. Ну как жить дальше, просто не знаю. Однако в Министерстве транспорта считают иначе. По словам начальника управления по транспорту и связи курорта Юрия Кудрявцева, нововведение поможет региону тщательно следить за качеством дорог, а также снизит аварийность. В основном дороги страдают от тяжеловесных грузов, перевозимых. Это таких как щебень, инертные материалы, тонары большие, большой ущерб. Если посмотреть, это улучшит качество федеральных автомобильных дорог, так как взимаемая оплата будет уходить в дорожные фонды. Соответственно, позволит более тщательно контролировать состояние эксплуатационное данных дорог, так и вовремя ремонтировать и поддерживать в допустимом состоянии. Система спутникового слежения Платон, призванная обеспечить техническую сторону нового закона, пока еще на стадии обкатки. По традиции, первым новым устройством получит Московская область. Когда они появятся в Анапе, сложно сказать. А между тем, распоряжение вступает в силу послезавтра. С одной стороны, нововведение может привести к удорожанию товаров, ну а с другой, поможет сохранить наши дороги и повысит привлекательность региона в туристической отрасли. Давать оценку тому, какие результаты принесет новая инициатива правительства, пока рано. Мы будем следить за развитием событий. И к другим новостям. Все плакаты по антитеррору учат нас проявлять бдительность и рекомендуют обращать внимание на подозрительные предметы и брошенные сумки. Сотрудники городского театра накануне продемонстрировали отличное знание этих правил. На площади перед городским театром был обнаружен предмет, детский портфель, который находился с 12 часов, никто не обращал на него внимания. Рядышком с парковкой он стоял. И сотрудники городского театра, и охрана провели бдительность. Все это было очень быстро. Портфель мы обнаружили в обед. В течение получаса мы поняли, что его никто не забирает. Тут же охранник позвонил полицейским, которые находились рядышком здесь, пригласили их, они посмотрели. В течение получаса все службы были на месте. И чуть позже подъехали наши кинологи, которые легко с собачкой подошли, посмотрели, собака не отреагировала. Еще раз напоминаем жителям и гостям курорта проявление бдительности – залог нашей общей безопасности. В городском театре Анапы уже не первый раз для учащихся школ города и района проходит ярмарка в учебных мест, но в таком формате впервые. Около 500 школьников приехали сюда для того, чтобы определиться с выбором будущей профессии. Для них представляли свои альма-матер студенты 17 учебных заведений края. Сегодня мы решили немножко поменять формат этого мероприятия и провести его в большом зале единовременно для всех школьников. Если раньше у нас в зале выставлялись учебные заведения, и школьники просто проходили и смотрели, где какие учебные заведения и по каким профессиям учатся, сейчас у нас на главной сцене будет каждое учебное заведение делать презентацию. Заместитель главы города-курорта по социальным вопросам Людмила Мурашова отметила важность таких мероприятий и дала пару советов будущим студентам, как сделать правильный выбор. Мне очень хочется, чтобы вы сегодня как минимум присмотрелись, посмотрели какие профессии. Я понимаю, что сегодня многие из вас еще не сделают выбора. Но знаете, мне кажется, вот я бы дала вам, наверное, совет, как старший товарищ, младший мой, все-таки прислушайтесь к своим данным, своим возможностям. Подумайте, куда вы могли бы пойти учиться, где вы могли бы пригодиться. Почему? Потому что в будущем вас будет ждать любимая профессия. Многие ребята уже сейчас сделали выбор своей будущей профессии благодаря проведенной ярмарке. А для тех, кто все еще не определился, Людмила Мурашова пообещала, что это не последнее такое мероприятие. Помощь будущим выпускникам, буклеты и советы студентов. Ребята также могли пройти тест на профпригодность и получить консультацию психолога, чтобы сделанный выбор не разочаровал в будущем. В Ростове-на-Дону завершился международный фестиваль кружева танцев, в котором участвовал и художественный ансамбль «Карнавал» из Анапы. Соперниками «Напчан» стали более 100 творческих коллективов. От этого еще весомее награда. Точнее, 7 наград за каждый привезенный на фестиваль номер. 2 первых, 3 вторых и 2 третьих места заняли юные танцоры на конкурсе. И в продолжение темы. Город-курорт славится талантами. Совсем недавно в Санкт-Петербурге завершился суперфинал международного проекта «Салют талантов». Более 600 юных музыкантов из 67 городов России продемонстрировали свое мастерство. Софья Бейман из Анапы стала лауреатом первой степени и прошла в галоконцерт суперфинала, который состоялся в концертном зале отеля «Санкт-Петербург». Талантливая девочка сразу покорила сердца жюри и стала настоящим украшением фестиваля. В свой день юная певица начинает с музыки. Распевки, музыкальные упражнения на дыхание и многое другое даются Софье без труда. Глядя на нее, можно сказать, что девочке все под силу. Педагог по вокалу Елена Остапенко не перестает восхищаться своей воспитанницей. Ребеночек очень талантливый, очень целеустремленный, очень способный. А с такими детьми большая ответственность, с такими детьми растешь сами. И самое главное, что если ребенку нравится, если ребенок любит, у него все получается. Музыкальная карьера Софьи началась в три года. Юное дарование мама привела в детскую школу искусств номер один. Талант Сонечки педагог Елена Остапенко разглядела сразу. Уже тогда было понятно, что музыка в жизни Софьи надолго. Музыка для меня – это все, это вся моя жизнь. Вот, и я обожаю петь, я обожаю музыку. Вот, это моя стихия, это все мое. В 2012 году приняла участие в своем первом конкурсе «Синеокая Анапа». А дальше все как по нотам. Первые места, призы, аплодисменты зрителей и счастливые глаза родителей. Я выхожу, когда на сцену, я больше раскрепощена. И я начинаю быть артистична, я хожу по сцене, меня это успокаивает. Когда я двигаюсь, я рассказываю им, зрителям, я с ними общаюсь, я им все доношу. На будущее у Софьи планы грандиозные. Девочка мечтает попасть на телепроект «Голос» и дальнейшую жизнь также связать с музыкой. В Анапе начался осенний цикл дней здоровья. 14 ноября на бесплатное медицинское обследование врачи приглашают жителей Гостогаевского сельского округа. В участковой больнице номер 2 станицы Гостогаевская с 9 до 14 часов можно получить консультации узких специалистов, а также сделать ЭКГ, экспресс-оценку состояния сердца на кардиовизоре, УЗИ органов брюшной полости. Всем участникам необходимо иметь при себе паспорт и страховой полис. И завершит выпуск прогноз погоды. Субботу, 14 ноября, в Анапе пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 9-12 градусов, ночью до 12 градусов тепла. Ветер южный 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 11 градусов. В воскресенье 15 ноября в Анапе пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днем 8-9 градусов со знаком «плюс». Ночью до 13 градусов тепла. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 11 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». А в магазине «Доступные качественные одежды для детей и взрослых» модная школа. Новое поступление сезонной одежды. Самое время готовиться к новогодним праздникам. Карнавальные костюмы для взрослых и детей. Эксклюзивные вечерние наряды. Будьте в центре внимания. Эти и другие новости вы можете найти в нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Магазин «Модная школа» расширяет свои границы. Теперь помимо элегантной школьной формы, здесь представлена коллекция верхней одежды. Куртки, плащи, пальто, головные уборы. Большой ассортимент вечерних платьев для выпускниц. Рубашек и жилетов для выпускников. Нарядная одежда для дошколят. Новогодние карнавальные костюмы для детей и взрослых. Город Анапа, улица Новороссийской, 281. Жилой комплекс «Крымский вал».